11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, это значит, что это разворот на бизнес. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Всем добрый день. В гостях у нас сегодня... Нет, сначала тему обозначим. Назвали мы ее так «Сбор всех частей». Легко ли развивать бизнес на ремонте автомобилей? И в гостях у нас Владимир Колпачиков, коммерческий директор компании «Автокомфорт». Добрый день, Владимир. Добрый день. Михаил Комаров, представитель автосервиса «Часпик». Добрый день. И Артем Печенин, представитель станции технического обслуживания автомобилей «Сервискар». Добрый день. Тему мы взяли сегодня специально прикладную, потому что автомобили, если есть не у каждого первого человека, то у каждого, я не знаю, полутора человек, наверное, есть. И зимний период, он таков, что после зимы и перед зимой как-то готовят автомобили, после зимы особенно тоже стараются к лету готовиться. Готовят продажи. Которые сегодня в студии находятся. Ну, потому что если нас не служат автомобилисты, то я бы очень сильно удивилась. Ну, потому что я знаю, что, конечно же, слушают нас автомобилисты, таксисты. И эта категория слушателей очень активно обычно. И они могут задавать такие интересные вопросы, Олег, до которых мы с тобой даже не додумаемся. Да, только просьба припарковаться, прежде чем задавать, чтобы не допустить. Да, и выражаться цензурно, да, в этот момент. ДТП, а на самом деле тему еще взяли почему, потому что, когда посмотрели, оказалось, что достаточно интересная сфера, именно как бизнес, да, потому что имеет высокий спрос на рынке с увеличением постоянных автомобилей, достаточно стабилен, там, в кризис, не кризис, то есть человеку хочется и необходимо ездить на автомобиле в любом случае. А еще мы видим, что есть переломные тенденции, да, вот на рынке сервисов. Это сообщает, что низкая конкуренция, но мы сегодня спросим наших гостей, насколько она низкая. У меня другая информация, Олег. И высокая доходность. Да, у меня другая информация. У меня как раз информация, что конкуренция на этом рынке усиливается. Может быть, она низкая сейчас и просто усиливается, но о тенденциях мы поговорим чуть попозже. Прежде всего, нам нужно, конечно же, познакомиться, чтобы наши слушатели тоже понимали, кому не задают вопросы, да, и по какому профилю специалист в студии находится. Но, тем не менее, надо сообщить, что есть традиционный опрос на сайте хакерва.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашиваем, такой прикладной тоже у нас опрос, специально для вас, господа, пришедших сегодня к нам в студию. Чем вы руководствуетесь при выборе автосервиса, спрашиваем мы у наших слушателей. И там пять вариантов ответа. И ведущий, лидирующий ответ, который взял 71,2%, знаю мастеров. Вот этот ответ сейчас лидирует ВКонтакте. По 9,6% распределились одинаково между ответами и отзывами в интернете, близостью к дому или работе, широким спектром услуг. И, как ни странно, никто не отвечает низкими ценами. Ну, возможно, что просто цены на рынке, они уравнялись. И там, вне зависимости от сервиса, ты примерно за те же деньги получишь ту же услугу. И это тоже интересно. И давай, это тоже будет первый вопрос с нашим слушателем в прямом эфире. 211-101. Чем вы руководствуетесь, когда выбираете автосервис? Кроме того, вы, наверное, заметили, что представители автосервисов, которые находятся у нас сейчас в студии, это все не дилерские автосервисы. Мы специально взяли такую тему. Это другая совершенно история. И не федеральная франшиза. И не федеральная франшиза. Хотя сейчас есть активный, как раз, ну, тоже поговорим, наверное, позже. Совершенно верно. Активный тренд на вхождение каких-то федеральных сетей. Итак, слушатели, чем вы руководствуете, когда выбираете автосервис? Пожалуйста, звоните 211-101. Ну, а мы сейчас начнем знакомить и знакомиться с нашими гостями. И начнем с Михаила Комарова, представителя автосервиса «Часпик». Михаил, пожалуйста, как давно ваше предприятие работает? И на чем специализируется? Добрый день. Ну, наше предприятие, вот именно «Часпик-сервис», функционирует в городе Кирове полтора года. Сам я в автобизнесе уже порядка 15 лет. Я работал как раз в дилерских предприятиях, возглавлял одно из дилерских предприятий города Кирова. И прекрасно представляю всю эту кухню изнутри. Просто в один определенный момент у меня встал вопрос, то есть как жить, как двигаться дальше, то есть что вообще происходит, какая волна развития идет. И было принято решение, то есть у меня есть компаньон, мы вдвоем занимаемся этим бизнесом. Мы решили двигаться самостоятельно и приняли решение открытия своего собственного центра. Так и появился «Часпик». У вас один автоцентр? Да, у нас сейчас настоящий один автоцентр, который осуществляет все виды услуг. В принципе, мы работаем как механические работы, то есть делаем там двигатель, коробку, подвеску, то есть о чем мы говорим. И здесь же у нас есть центр кузовного ремонта. То есть мы полностью готовим автомобили, красим, восстанавливаем из любого состояния. Вы сразу решили весь спектр услуг предоставлять им максимум оборудования, закупать или это все-таки поэтапно шло? Ну да, конечно. Нет, тут все-таки в моем понимании все должно быть целостно. То есть человек, приезжая в сервис, должен понимать, он приехал в одно место, ему не надо никуда ехать. Вот даже мы перед трансляцией здесь только что разговаривали, да, здесь сделали одно и отправили куда-то за город что-то делать. Это на моем примере. Вы разбирали мою трагическую ситуацию. Про это мы и говорим. То есть человек должен приехать и получить все в одном месте. Он не должен никуда уже уезжать. Где располагается ваш автоцентр? Солнечная 8. Вы специально выбирали это место, ориентируясь на потоки ваших будущих клиентов или просто исходили из помещения, которое в данный момент наиболее подходило? Ну, наверное, да. Мы исходили больше из помещения, которое в настоящий момент подходило. Но немаловажный фактор и очень удачное расположение относительно города. То есть очень удобный подъезд с любой точки. А помещение долго искали? Вообще есть проблемы на сегодняшний день найти боксы для ремонта? Вот опять же, смотри, о чем мы говорим. Если мы говорим о какой-то узкой специализации, то, наверное, там, открыв специализированной площадки, вы найдете море предложений. Но когда вот мы говорим о том, чем сейчас занимаемся мы, то есть от и до, наверное, предложение все-таки очень ограничено. Площадь велика в помещении, в котором мы находимся? Площадь полторы тысячи квадратов. Полторы тысячи квадратов. Ну, дальше идем. Мы знакомимся с Артемом Печениным, представителем сервиса «Сервискар». Тоже те же самые вопросы. Как давно Артем в этом бизнесе? Почему стали им заниматься? И немного о своем автосервисе. Добрый день еще раз. Можно поближе к себе микрофон поставить, чтобы вам было удобно. И стесняйся просто. Не надо. Ничего страшного. В бизнесе в этом уже очень давно. Основная направленность нашей организации – это розничная продажа автозапчастей и автокомплектующей. Станции технического обслуживания у нас две, которые находятся в городе Кирове. И относительно новая станция – это именно сервискар на весенний. Почему приняли решение для ее открытия? Это чтобы обеспечивать грамотный подход к ремонту автомобилей и качественное обслуживание клиентов. Именно тех автомобилей, которые используются в частном сегменте. То есть автомобили достаточно недешевые. Некоммерческие автомобили. Некоммерческие. Но они в том числе тоже, мы их обслуживаем. Но автомобили, скажем так, среднего и премиального сегмента. И на марке. Стараемся. И на марке по большому счету. Все-таки, поясните мне, я не очень понимаю. Мы специализируемся на обслуживании автомобилей среднего и верхнего сегмента. И специализируемся на автозапчастях. То есть у вас нет ремонта кузовного, нет ремонта двигателя. Что конкретно? Как это выглядит? Конкретно кузовной ремонт есть. Есть ремонт двигателей, ходовой. То есть полностью высокотехнологичный ремонт, который необходимо осуществлять, мы его предоставляем. То есть есть все эти услуги, о которых говорил там Михаил. И специализация у вас средний и верхний сегмент. Сразу Михаилу вопрос, а у вас специализация? Мы, наверное, больше относимся тоже к среднему и верхнему сегменту. Но я бы не сказал, что мы разбиваем на сегменты. Мы обслуживаем вообще любые автомобили. То есть я бы, наверное, хотел добавиться к Артему. Правильно он сказал, я немного забыл. Само собой, что отдел запасных частей у нас тоже присутствует, чтобы... Да, Артем сделал специальный акцент. Это тенденция, наверное, которую вы для себя определили. Когда вы открыли вот этот сервис, о котором вы сказали? Примерно 3-4 года назад. 3-4 года назад. Я так понимаю, что это диверсификация была, потому что рынок запчастей постепенно стал уходить. Нет, в данный момент мы представители «Лада деталь» в городе Кирове, на сеть магазинов «Лада деталь». Автогаз-центр — это у нас газ, УАЗ, то есть полностью. У нас есть свои собственные магазины по иномаркам, и поэтому мы клиентам можем давать минимальную цену. Начиналось всё с магазинов, а закончилось ещё тем, что вы сервис открыли. Да? Да. Понятно. И где находится этот сервис ещё раз? Находимся на улице Весенней, 54. А магазины по всему городу расположены? Магазины по всему городу. Разположены. Вот такой ещё путь у нас есть. И теперь познакомимся с Владимиром Колпачиковым, коммерческим директором компании «Автокомфорт». Там совершенно другая специализация. Владимир. Да, ещё раз здравствуйте. Да, спецификация у нас немного отличается. Мы больше специализируемся на дополнительном оборудовании, в том числе и коммерческому транспорту. Наверное, даже больше коммерческому транспорту, нежели, соответственно, ГБТУСИ. Соответственно, мы на рынке уже с 2003 года. 15 лет. Да, уже 15 лет. У нас несколько сервисных центров, грузовые, легковые, в том числе и в соседних регионах. И в основном мы занимаемся установкой предпусковых подогревателей, газобаллонного оборудования, тахографии, рефрижераторы. Ну, в принципе, почти любое дополнительное оборудование, которое существует на рынке. Вы 15 лет сразу с этим определились? И так исследуете этому тренду? Или что-то изменилось за 15 лет? Наверное, не совсем так. Мы определились, что мы будем заниматься доп. оборудованием. Точнее, определился с этим владелец нашего холдинга. Я 8 лет в этой компании. И он занялся, в первую очередь, предпусковыми подогревателями. Он взял дилерство компании «Бершпехер» немецкой. Ну и, соответственно, на несколько регионов сразу стал работать. И со временем мы наращивали наши, соответственно, какие-то мощности. И, соответственно, появилась тахография, появилось ГБО, появились рефрижераторы и так далее. А у вас именно действует это как станция, куда приезжают клиенты, устанавливают оборудование? Или, наоборот, выезд на место клиентам, выезд в другие регионы? Как это действует? Вообще и то, и другое. Потому что есть, естественно, может быть, небольшой КАМАЗ. Ему нужно поставить тахограф, и он сам подъедет в наш грузовой сервисный центр. Ну, либо, может быть, организацию, у которой там 600 автомобилей, к примеру, скажем. И эти автомобили раскиданы по всему региону. Например, по региону КОМИ. И поэтому у меня несколько бригад будут выезжать и ставить. Потому что 600 автомобилей от работы отрывать нельзя. А какие еще регионы, кроме КОМИ? То есть, я понимаю, что на межрегиональном уровне вы работаете. Есть ли представительства в этих регионах? В КОМИ, да, представительства стоят грузовые сервисные центры наши. Соответственно, в остальных регионах, которые у нас, соответственно, к основным границам, это Йошкарова, там стоит сеть наших субдилеров по тем или иным продуктам. А именно наши сервисные центры стоят Кира в КОМИ. За 15 лет сколько открылось таких сервисных центров автокомфорта? Скажу, наверное, не так. Сейчас работает, вот именно сейчас, сейчас работают 4 сервисных центра полноценных. То есть, куда-то мы заходили, где-то был в то время рынок интересен для нас. Они закрывались, открывались другие, более там мощные. И, соответственно, были легковые раньше сервисные центры, сейчас мы все больше работаем на грузовые. Вот смотрите, эксперты сегментируют рынок на универсальные сервисы, специализирующиеся на отечественных автомобилях и специализирующиеся на иностранных автомобилях. Что касается двух сервисов, о которых мы сказали, по ремонту автомобилей, вы специализируетесь, все-таки вы сами сразу обозначили, вроде бы универсальный сервис, но все равно с уклоном на иностранные автомобили, потому что средний и верхний сегмент. Почему выбрали, почему на это делаете ставку, вот об этом мы поговорим после короткого перерыва. Разворотный бизнес сейчас в эфире. Сбор всех частей. Легко ли развивать бизнес на ремонте автомобилей? Мы говорим с нашими экспертами Владимиром Колпачиковым, коммерческим директором компании «Автокомфорт», Михаилом Комаровым, представителем автосервиса «Час Пик» и Артемом Печениным, представителем автосервиса «Сервис Кар». И до эфира мы заговорили про универсальность или специализированность автосервисов. Все наши гости сказали, что специализируются, все-таки делают уклон на автомобили средне-высокой категории, хотя считаются универсальными. Что это значит, Михаил? Может быть, мы прикинем в долях, сколько прибыли в количестве автомобилей или в прибыли дают вам? Если есть вообще такая статистика. Они дают вам сегмент среднего и высшего класса, и зачем тогда в таком случае, если они вам дают больше прибыли, вы еще и обслужите то, что не очень интересно, да, средне-высший класс? Ну, в принципе, любой клиент – это прежде всего клиент, поэтому здесь никакого сегментирования не ведется. Самое главное для нас – это лояльный клиент, это уже наш клиент. Когда мы сейчас говорим о том, что там средний сегмент, более высший, премиальный сегмент… Средний сегмент с чего начинается? Вот я это, да, вы меня немножко опередили, я это и хотел сказать. Давайте посмотрим на цены на новые автомобили. То есть что мы сейчас видим? Нижнего сегмента как такового мы уже практически не видим. Если сравнить с нашими доходами. Да, 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 чтобы, да. То есть мы покупаем новый автомобиль, вот да, правильно, ну сколько нам надо. То есть мы покупаем, если мы даже говорим о каком-то сейчас там мнимом нижнем сегменте, пусть он будет назван нижним, но это полмиллиона рублей. Ну, наверное, все-таки это уже не нижний сегмент. Поэтому, говоря о каком-то нижнем сегменте, наверное, он уже сам по себе сейчас будет. Да, но велосипед вы не ремонтируете поэтому нижнего сегмента. Вы тоже, знаешь, дорогая и интересная штука. Поэтому и получается, что, разбирая сегменты, он, что такое нижний-то сегмент. Мы сейчас с ним будем встречаться все реже, реже, реже и реже. Но на чем зарабатывает все-таки больше денег, на чем приходит, на каких автомобилях, от какой ценовой категории, с примерами? Ну, здесь, наверное, тяжело сказать, но если разбирать, чем выше ценовая категория автомобиля, тем, как ни крути, у него все равно будет дороже ремонт, у него дороже расходные материалы, у него дороже запасные части. Соответственно, наша маржинальность от обслуживания более дорогого автомобиля будет выше, как, наверное, вообще и в любой сфере, то есть не только в автосервисе. Но эти затраты, и я так понимаю, что квалификация специалистов, которые работают по премиальному сегменту, она выше, и затраты на оборудование больше. На зарплату, и оборудование, и зарплату. Ну да, да, совершенно верно, я согласен с вами, но это соизмеримо, опять же. То есть рассматривая, я говорю, тут можно ссылку-то не делать, наверное, только на автосервис, разбирая любой бизнес, вы придете точно к этому же, то есть о чем мы сейчас с вами и говорим. Артем, не хотелось вам отказаться совершенно от вот этого сегмента дешевых автомобилей, чтобы уж сосредоточиться только на премиум-классе, раз он дает большего дохода, больший доход, чем вот условно говоря, не знаю, что Лады, что еще, Спарки и так далее. Отказаться, конечно же, не хотелось, потому что любой клиент, это клиент. Сегодня он ездит на Ладе, завтра у него все старого, замечательно в жизни, и естественно, что это клиент наш. Мы обслуживаем практически любые машины и никогда не брезгуем. Основной вопрос в том, с каким спектром и фронтом, объемом работ тебе заезжает автомобиль. Одно дело поменять на премиальной машине мелочевку, а на другой машине более недорогой сделать практически с ней все, что нужно клиенту. То есть любой клиент это клиент. Мы всегда за это держимся и всегда к этому стремимся. Специфика такова получается универсальных частных автоцентров, что вы выращиваете практически своего клиента справедливо. Сегодня он ездит на Копейке, на Семерке, потом он пересел на какой-нибудь недорогой иностранный автомобиль, а через пять лет у него свой бизнес, доход. И он к вам приехал. На чем, Олег, можно приехать? На Лендкрузере 200. Да-да-да, на Лендкрузере 200. Что не случается с дилерскими автоцентрами, например, которые занимаются премиальным классом? Потому что уж раз ты продаешь такие автомобили, то только с этими клиентами ты работаешь. Я думал, ты про программу лояльности сейчас спросишь. То есть есть ли какие-то вещи, дополнительные бонусы, которые получают постоянные клиенты? Если мы говорим, выращиваете клиента, то что еще вы ему предлагаете, кроме того, что он заехал и что попросил, то вы и сделали. Ну, безусловно, существует определенная система дисконта и определенная программа лояльности. То есть под каждого клиента, который разрабатывается. Поближе к микрофону, да. Извиняюсь. Соответственно, да, как уже сказал Артем, я согласен. То есть своего клиента мы выпестовываем, правильно? Он сегодня ездит на Ладе, завтра он к тебе приезжает уже на премиальном авто. И вот если я не ошибаюсь, даже опрос ВКонтакте показывает, какой у нас на первом месте. Знаю мастеров. Ну, мы говорим о лояльности, правильно? Наверное, все-таки объединим это все. И лояльность превыше всего для клиента. То есть и для нас. Мы работаем над лояльностью. Это, наверное, основа всего. Ну, приведите примеры, пожалуйста. Потому что когда мы говорим о системе лояльности, мы представляем себе накопительные карты, система скидок, бесплатный техосмотр, например. Или там раз в год какие-нибудь присадки залить. СМС-ки с суперакциями. Да, СМС-ки с суперакциями. Что-то входит в систему лояльности. Во-первых, всегда под каждый сезон разрабатываются какие-то акции. У нас сейчас весна, пример. Ну, есть шиномонтаж. Сейчас пойдет, само собой, программа шиномонтажа. Плюс подготовь свою машину там уже к летнему сезону и т.д. и т.п. Те клиенты, которые наши постоянные, соответственно, они получают уже определенные бонусы, определенную систему скидок. Какие бонусы и скидки? Они бесплатно свои шины? Есть определенные программы, которые предусматривают какие-то, допустим, хранения резины. То есть они могут получить бесплатно. То есть еще что-то. То есть кто-то получит шиномонтаж бесплатно. Это в зависимости от того, сколько человек потратил на ресин. Да, да. В зависимости от того, сколько он с нами работает. Программа лояльности просто в двух словах-то не описать. То есть вот условно. Ну, сколько там мы имеем? Несколько тысяч клиентов в нашей базе. Ну, как? И у каждого в зависимости от накопленной суммы возникает... Мы стараемся, да, ведем какую-то базу. Что еще, кроме шиномонтажа, вот сейчас весенний период, входит в программу подготовки к лету? Ну, в данном случае вообще полностью проверка автомобиля. Полная его диагностика. То есть не секрет, что летом люди ездят в отпуск куда-то далеко. То есть автомобиль надо подготовить к сезону. Поменять, наверное, все масла, жидкости. То есть расходные какие-то материалы. И быть уже готовым к летнему сезону. Вот интересно насчет поменять все масла, жидкости и сделать полную диагностику. Сейчас вопрос Артема. Вот заезжает к вам клиент. Есть ли разница, человек, который с улицы приехал, вот он решил поменять автосервис, потому что что-то произошло в предыдущем автосервисе. Решил сменить его там, да, например, или мастера порекомендовали. Или просто там соседка сказала, что ты знаешь, а я вот туда езжу, попробую. У них там есть программа лояльность. Вот приезжает к вам, например, клиент. И говорит, вот мне поменяйте, пожалуйста, тут у меня лампочка, значит, перегорела. Сам, сама. Я не знаю, все мужчины меняют с вами лампочки. А еще, может быть, что-то у меня там не так. И вот дальше что происходит. Основной страх автомобилиста там какой, может быть, неопытного там автомобилиста, кто сам не умеет подкручивать, прикручивать и проверять, что ему сейчас навешают. Ему выкатят и скажут, о, у тебя там, значит, коробка, у тебя там подвеска, диски тут стерлись. Надо поменять. И вообще двери перекосилось, мини-типедли. И все, и ты стоишь, у тебя такой, значит, список, и в этот момент, значит, клиент либо разворачивается, или уходит, или со страхом понимает, что завтра он уже не выйдет на автомобиль, или попадет в аварию, там, на все соглашается. Но это основной, мне кажется, страх автомобилиста. Это мы про лояльность сейчас говорим. Да, вот я вас спрашиваю напрямую, Артем. Вот приезжает к вам человек. Понятно, что каждому бизнесу хочется максимально, например, там, взять. Если мы говорим... Увеличить средний чек, скажем так, да? Увеличить средний чек. И позиции. Да, а все-таки вы, когда со своим персоналом тренинги проводите, его ориентируете на сервис, какие ключевые здесь все-таки факторы? Очевидно, что нужно зацепить после того, как сменили масло или лампочку, поменяли, еще что-то предложить. Но как это все происходит? Ну, в первую очередь, визуально показать человеку, что действительно это у него вышло из строя. А, вот клиент. Это ты не на словах ему сказал, а подвел его к автомобилю. Конечно, конечно. Если у него что-то сломано, что-то неправильно работает, это лучше один раз показать, чем сто раз рассказать в приемке. Прямо проводим в цех, показываем здесь, здесь и здесь. Мы вам рекомендуем это прописываться в документах, в заказной ряде обязательно, когда выдается машина, и это все указываться, чтобы человек знал, что и как. В любом случае это указывается и фиксируется, и человеку это все показывается. Это не виртуальные какие-то замки, которые ему там обещаются. Это все четко и конкретно. А смотреть можно, как тебе там меняют какую-то деталь, что-то перебирают? Есть возможность находиться рядом со своим автомобилем? Может быть, не рядом с автомобилем, какой-то шауром. Рядом находиться не рекомендуется. Все-таки, если перебил этот производственный цикл, который производится с автораспортом, вот, находиться. Пришли, посмотрели, показали. Ваши старые запчасти всегда вам положатся обратно в багажник, либо на ковре куда-то. Вы уже сами с ними распоряжайтесь. То есть удостовериться, что вам ставится ваше запчасти на новое, без всяких проблем. Мы открыты, вопросов нет. Да, да. В любой момент клиент имеет право доступ к своему автомобилю. Это все-таки закон Российской Федерации. То есть мы от этого никуда не уйдем. Это ваш автомобиль. Вы захотели, вы пришли, посмотрели. Просто, как Артем правильно заметил, да, есть определенное правило техники безопасности. Все-таки это производственный цикл, серьезный процесс. Не дай бог, что случись, ответственность будет на ком лежать, на нас. Поэтому клиент ознакомливается с правилами техники безопасности. И в любой момент он может посмотреть, что происходит с его автомобилем. Михаил, Артем, и тут же Владимира подключаю, как и представители автосервиса, и водители, я так подозреваю, все-таки. Часто ли бывает такое, что вот ты получаешь этот список, да, и поехал в другой сервис сверяться с тем, что тебе тут вот написали и по ценам, и по количеству там необходимых, по списку необходимых работ. Бывает ли такое? Вот давайте мы сейчас с Владимира спросим. Да, естественно, такое может быть, но, наверное, скорее всего, по запасным частям. По цене на запасные части. Да, да, потому что дважды диагностировать автомобиль, это вряд ли кому-то понравится, потому что это в любом случае платная услуга. Ну, если в нашем случае, если о той же лояльности просто продолжать разговор, мы все равно, так или иначе, легковые наши сервисные центры тоже работают на B2C-сегмент и начальников, соответственно, и к весне, как, в принципе, в прошлом году будут запущены акции по бесплатной диагностике кондиционера автомобиля. И, соответственно, ну, я, наверное, не смогу припомнить случаев, когда мы продиагностировали кондиционер, когда мы сказали человеку, что с ним, чтобы человек пошел в другой сервис и начал диагностировать его снова там. Ну, то есть смысла, наверное, в этом нет. А кто имеет право у вас на вот такую бесплатную диагностику, на такой бонус? У вас есть автомобиль? Да. Вы имеете право. То есть любой. Это не программа для всех, в смысле для постоянных клиентов, это программа для вообще всех кировчан. Да, то есть весной, то есть апрель, май мы будем диагностировать бесплатно и показывать людям, выявлять, что, соответственно, за зиму, потому что зимой в любом случае кондиционер не включается, и появляются дефекты определенные в автомобиле, да, просто френ выходит. А что включается зимой? Вот я когда включаю, то что это не кондиционер? Не совсем. Понятно. Разные вещи. А вот тогда еще, да, и Михаилу Артему, все-таки вопрос бывает такой, что ваши клиенты отправляются со списком в другой сервис там сверяться, или к вам приезжают из других сервисов сверяться? Ну, от этого, наверное, никуда не уйти, да, я соглашусь со своими коллегами. Так, наверное, человек устроен, какое бы ему предложение ни сделай, он все равно проверит. Но это на первом этапе. Мы ведь с вами и говорим о лояльных клиентах. Раз клиент к нам лоялен, соответственно, мы уже, значит, вдоль и поперек им проверены. Даже если он самый недоверчивый клиент. Ведь мы сталкиваемся и с такими, это не секрет. Люди, ну, человек ищет, где лучше, это всегда. Из-за этого есть программа лояльности, из-за этого мы и работаем над тем, что... Не зря же есть такое правило, вот даже для себя я его всегда держу. Сделай клиента своим другом. И всему персоналу всегда говорю, вот клиент должен быть твоим другом, это нормально. Не обманывайте друзей. Сейчас прервемся на полтора минуты, у нас реклама. И я все-таки спрошу и у Артема, что вы делаете, если к вам приезжает клиент со списком из другого автосервиса. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Сбор всех частей, легко ли развивать бизнес на ремонте автомобилей. Мы говорим на эту тему с нашими экспертами Владимиром Колпачиковым, Михаилом Комаровым и Артемом Печениным. И к Артему до эфира был обращен мой вопрос. Можно еще вклинюсь, мы приглашаем радиослушателей позвонить, если у вас есть предложения, замечания, вообще нравится ли вам, как обслуживают кировские автосервисы. Может без названия, но что бы хотелось улучшить. Ну или вот, как я сейчас воспользовалась служебным положением в перерыве, пыталась разобраться, что такое кондиционер, колливуд-контроль, почему, что с ними делать в весенний период нужно. Такие частные вопросы тоже можно задавать. Артем, вот что вы делаете, когда к вам приезжает человек со списком из другого сервиса? Данная ситуация встречается. Она не так часто, скажем так, встречается, но имеет место быть. В большинстве случаев у нас приезжают тогда, когда едут на то к дилерам. Вот даже такое бывает, что дилеры это гарантия, это все-таки запчасти по гарантии бесплатные, скажем так. И человек перед тем, как ехать, он перепроверяется, он загоняет машину, мы ему проверяем ее всю, под тем работам, которые будут проверяться, те пункты, которые будут проверяться у него на следующий день. И мы ему сразу рекомендуем, показываем все по конкретному, уже по списку. С нашими уже он уже едет подкованный туда, и уже лишний раз, если ему что-то не напишут, он уже сразу может указать. А вот это вот давайте у меня проверим получше. То есть как только у него гарантия выйдет, он сразу к вам? Я думаю, что это уже потенциальный клиент. Сто процентов говорить нельзя, потому что все-таки дилеры из дилеры, они серьезные сервисы, у них серьезное оборудование, серьезный персонал. Это факт, это никто не скрывает. Но тем не менее, если человек заезжает сначала перепровериться, а потом уже идет туда, то это потенциальный клиент. — Я вот, например, смотрю, у меня сейчас такой большой талмуд распечатан, и я слушаю наших коллег по московскому эхо, и Маяк, и другие разговорные радиостанции, где эксперты выступают. И мы видим, что уже даже когда автомобиль на гарантии, например, стоит, тем не менее, есть какие-то механизмы, когда не дилерские центры могут обслуживать эти автомобили, а дилеры принимают их работу. У нас есть такая возможность? Работают так автосервисы? — Ну, совершенно верно. Опять же, исходя из точки, рассматривая все законы Российской Федерации, то есть я ссылаюсь в который раз, ведь свой автомобиль вы купили себе автомобиль. — Да. — В принципе, если вам позволяет образование, вообще вы можете его сами послушать. — Нет, вопрос в дальнейшей гарантии. — Подождите, что? Давайте разберем. Что такое гарантия? Гарантия — это брак завода-изготовителя, правильно? То есть где связь? — Когда покупаешь автомобиль, я себя прекрасно помню, и я уверена, что большинство так думает, что твоя гарантия может быть использована только если ты определенное количество лет обслуживаешься у дилера. — Совершенно верно. Это, грубо говоря, ну, я не знаю, как это создано. Ну, дилеру выгодно, давайте разговаривать честно. — Дать такую информацию. — Да, дилеру выгодно преподнести такую информацию. — Но это не так. — То, чтобы и дилеры, ну, не секрет, они более лояльно относятся к клиентам, которые обслуживаются у них. Но это, наверное, их можно понять. То есть они зарабатывают на этом клиенте, они относятся к нему лояльно. — Если же вы приезжаете с какой-то проблемой, которую дилеру надо устранять, не обслуживаясь у него, само собой у дилера уже не возникает такого желания, чтобы устранить данную проблему. — То есть гарантия — это гарантия, касающаяся брака завода. Ну, давайте говорить, да, о чем мы говорим гарантия? Это брак. — И если вы обслуживаетесь не в дилерском центре, но, а как это, должен быть сертифицированный центр или неважно вообще? Это вообще неважно, потому что если не выявлен заводской брак, то ни о какой гарантии речи вообще не идет. — Мы сейчас говорим, да, о браке с вами. — Интересно. — Да, вообще изменение сознания. — Абсолютно, да, изменение сознания и переворот. И был у нас еще такой вопрос, вопрос по работе со страховыми компаниями. — Да, со страховыми компаниями. Понятно, что это там, если есть такой договор, если вы являетесь там сертифицированным представителем страховой компании, это постоянный приток клиентов, да, по каким-то видам работы. У вас есть такой, да, в сервискаре? — Обязательно, конечно, заключены договора со страховыми компаниями и делаем машины по ОСАГО и по направлению КАСКО. — А сложно зайти в страховую именно как представитель? И как это делается вообще? — Ну, в первую очередь страховые компании в данный момент уже стараются отправлять все-таки автомобили на ремонт. Это гилерам, которые продают страховки этих же страховых компаний. Вот. И данный, скажем так, сегмент, он уже заполнен на нашем бринке. Зайти проблематично. Есть договора, договора действующие. Если станция справляется с качеством, со стоимостью, то страховой компании смысла нет искать еще кого-то. — А у нее, как правило, один центр? — Нет, их несколько. Для клиента страховой компании предоставляется несколько вариантов выбора для ремонта его автомобиля. — А вы с какими страховыми компаниями сотрудничаете? — Лично мы сейчас работаем, это РЕСА, Росгострах и Энергогарант. — Час-пик. А вы, Артем, сервискар? — У нас ЗАТО-страхование, Энергогарант, Альфа-страхование. И еще там какие-то есть. — Я знаю, куда я поеду, если что. От своей страховой компании. — Без проблем. — Понятно. — Лучше не надо. Лучше в ДТП не попадает. — Наверное, стоит отметить, что работа со страховыми компаниями — это очень серьезный пласт в работе автосервиса. Наверное, Артем поддерживает меня. — С какой точки зрения введения бизнеса все-таки страховая компания — это очень серьезный партнер. Давайте исходить от этого. И страховая компания дает очень серьезную загруженность кузовного ремонта. Поэтому я не скрываю, страховые компании — это наши очень хорошие друзья. — А за что можно соскочить с этого? То есть, что страховая расставка не с вами договора? — Откажется. — Ну, наверное, так, как Артем и отметил, если мы будем там не следить за качеством или жалобы каких-то клиентов, но с нашей компанией, если честно, даже разговоров таких не ведется. — Что заставляет страховую компанию сделать выбор не в сторону дилера, с которым очень выгодно при покупке автомобиля, сразу же продать свою страховку. Это же основной фактор, почему страховые через дилеров и с дилерами работают. Потому что при покупке сразу заключается еще на месте страховка. Что и заставляет обращаться к вам, например, или верить вам и принимать вас? — Для страховой все-таки наши расценки более щадящие, чем расценки официальных дилеров. Это надо тоже понимать. Плюс наша компания, мы также у себя в офисе и продаем страховки клиентам. То есть, мы своих клиентов поддерживаем. В дальнейшем мы стараемся... — То есть, это взаимовыгодный... — Да-да-да, мы продаем также страховки у себя. То есть, что ОСАГО, что КАСКО можно страховаться прямо у нас на месте. — Продлять тоже у вас можно? — Совершенно все можно сделать у нас. — Не обязательно ехать в офис страховой компании. — Ну вот, у вас полис закончился, вам надо дальше. Вы приехали к нам и сделали страховку. — У вас, Артем, также? — Мы все-таки специализируемся больше на ремонте автомобилей, чем на продаже страховок. — Да, но у вас другой спектр, да? — У меня еще вопрос, что касается самого антуража и отношения к клиенту. Есть ли у вас какая-то зона, где клиент может подождать, отдохнуть, если работы не очень сложные и так далее? — Насколько это весомо и значимо в вашем случае? — Давайте с Владимира Колпайщикова начнем. Вот четыре все-таки сервиса. Я себе достаточно неплохо представляю автосервисы легковых автомобилей по ремонту и очень плохо себе представляю автосервисы, где устанавливается дополнительное оборудование. В вашем случае человек оставляет автомобиль и уезжает, или тоже есть возможность где-то подождать, и тогда как эта зона действительно выглядит? — Во всех, естественно, наших сервисах есть зона клиентская, где, соответственно, есть все, чтобы хорошо провести время, когда, соответственно, ждем ремонта автомобиля. Есть Wi-Fi, есть кофе, есть телевизор, есть всевозможные зарядки ко всем гаджетам, которые существуют. То есть это вполне нормально. И, естественно, и в грузовом сервисе то же самое. Там, в принципе, водитель очень часто как раз остается, чтобы дождать фуру, пока она будет сделана. — А какие-то дополнительные опции придумываете сейчас? Да, я тоже про это подумала, кстати. И если дальнобойщик приехал, то поспать где-нибудь. — Да, сейчас это как раз в проекте в Кирове идет. — А, вот. — Сейчас есть такой проект у нас на Дзержинского. То есть там сейчас выстроился наш новый сервисный центр, большой грузовой, соответственно, там же как раз уже и проект. — Хостел. — Да, в том числе всего. — Потому что я помню даже автозаправки много лет назад, вот когда я ездила на Белое море, за полярный круг ныряются, и меня поразили там автозаправки на трассе до Мурманска, что у нас такого не было. Что для дальнобойщиков на автозаправках продавали там все. От бритвы. Это сейчас вот у нас там сервис. От бритвы, носков до подарков жене, детям. И чего только там не было. У нас в помине вообще даже близко. — Не, ну вот на юг едешь, там заправки именно такой широкого спектра. И поесть, и душ принять, и там же на машине постоять, переночевать. — Да, Артем. У вас как выглядит зона. — Да, как у вас выглядит зона. — Можно купить разумную щетку. — Да. — Зоны, в принципе, я думаю, что зоны везде стандартные у всех. Это обязательно зона, конечно же, это и телевизоры, и диваны, журналы, и интернет. Это все уже стало нормой. Нормой для того, чтобы человек приехал комфортно, подождал, чтобы он ожидал в комфорте. Это норма. Просто жизни, это ничего такого в этом нет сверхъестественного. Это вполне конкретные задачи, которые мы преследуем, чтобы человек был доволен не только ремонтом, но и временем, где он проводит. — Да, время первого нашего часа подходит к концу. У нас очень важные вопросы на повестке стоят. Это, а как вы работаете с персоналом? Кто такие эти мастера, на которых едут люди? — И где их брать? — И где их брать? — Кроме того, мы с вами поговорим о заполненности этого рынка, о конкурентной борьбе. Есть она или нет? — И тенденциях, которые нас ждут завтра. — Да, общероссийских, наверное, тенденциях. Мы видим, что уже начинают открываться сетевые сервисы. Кто-то сам, наоборот, расширяется в сети. Об этом мы по всем поговорим после 12. Субтитры создавал DimaTorzok